А, нельзя кладить ногу, да. Си имя, если что. Просто тупо не могу вернуться домой. Это какой-то наркоманский трип. Привет всем, меня зовут Си. Я сейчас нахожусь в гриле ArtBelruise на своей персональной выставке. Приходите. Во время пандемии и из-за пандемии у меня изменилось мир довольно сильно. В плане того, что просто тупо не могу вернуться домой. К примеру, либо в Китай, но это слишком дорого, либо в Питер, в Россию. И это пока что невозможно, потому что границы закрыты. Да, я живу в Питере. Да, только по делам, конечно. У меня там родственники все живут, семья. И родители ездят так, из Питера, в Китай тоже. То есть, но у них бизнес, ну, маленький, в Питере сейчас. Вот. И изменилось очень сильно, потому что вообще-то я в 20-го числа января вообще-то ездил на 20 дней на Кипр, да, в арт-дивизенцию. Там построили музей современного искусства и пригласили меня. И я думаю, что быстро съезжу на 20 дней, позагораю, порисую и вернусь обратно в Питер. Но эти 20 дней продлились уже, как, почти полгода, да. Ну вот. И у меня, ну вот, буквально 23-го был самолет, да, в Питер, а 20-го закрыли границы. Когда случилась пандемия, и я не знал, куда себя деть после Кипра, да, и не вернуться в Китай тоже. В тот момент в Китае была очень сильная пандемия, и просто тупо опасно было возвращаться. И что? И я начал просто в Инстаграме репостить, у кого можно пожить и приехать, да, и ответили очень много ребят. То есть это было очень приятно, и скорее всего после этой поездки я понимаю, что, друзья, это реально все, да. И, к примеру, ответили из Израиля друзья однокурсники, потом бывшая из одного института, ну вот, потом друзья из Вены, из Швейцарии, из Италии, и из Белоруссии тоже, и еще из Сербии, вот, и вообще еще из Эквадора, да, но это было далеко и дорого ехать, да. Ну вот, и что, и я из Кипра поехал в Швейцарию, Цюрих, там у меня друг сказал, что да, давай приезжай ко мне, не езжай в Италию уже, потому что ты же был в Италии, а в Швейцарии еще не был. Я решил, ну ладно, давай поеду к тебе, и поехал к другу художнику Амре. И потом, буквально через пару дней, оказалось, что в Италии очень жесткая пандемия, и почему-то мне повезло, видимо, и я не попал в Италию как раз в этот момент. Ну вот, и что, и потом из Цюриха я уже приехал, а, там он предложил сделать совместную выставку, быстро сделали выставку, потом я уже уехал в Вену, там мне подруга предложила сделать мастер-класс, я сделал мастер-класс и там застрял. Я думаю, что на 10 дней там буду, и поеду в Израиль. Каким-то образом я сделал израильскую визу в Цюрихе, гражданином Китая. Вот, я не понял, как это случилось, но у меня друг очень сильно помог в этом швейцарске. Ну вот, но так я и не попал в Израиль, потому что Израиль тоже закрылся, и вообще потом аэропорт закрылся в Вене, и я остался в Вене на полтора месяца застрял. Ну вот, и потом после этого было несколько выборов, Сербия или Беларусь, или опять же Мексику меня еще звали, а потом я увидел, что Мексику нужна виза, Сербия закрыла, и потом осталась Беларусь, которая всем рада и открыта. Ну вот, и я и решил доехать до Беларуси, хотя я даже вообще не знал друзей, у кого я жил целый месяц до Беларуси, это знакомый знакомых, да, я только приехал в Беларуси, и каким-то образом я прожил в Беларуси еще полмесяца, нет, месяц на карантине в деревне, да, и иногда мне казалось, что это какой-то наркоманский трип небольшой, но я не понимал иногда, особенно ощущение чувства реальности терялось в Беларуси, когда интернета нет, в деревне, да, и день за днем ты просто вроде бы что-то делаешь одинаково, рисуешь, да, потом ждешь, когда загрузится видео на 10 минут, да, полтора часа, к примеру, вот, и вот так вот, и бесконечное количество алкоголя, то есть ты можешь просто делать что хочешь, да, тебя никто не будет обсуждать, и еще что-то, и такое ощущение, что я уже весь пропитанный самогоном, ну, я к концу месяца пил самогон уже просто как в воду, ну, вот. Чуть больше месяца, да. Нет, всего лишь пару работ и маленькие работы, сделанные в Минске за эти три-четыре дня, да, а все остальное сделано в деревне под впечатлением деревенской, ну, в какой-то смысле жести, да, но в хорошем смысле, да, было очень непривычно в начале, да, ты приезжаешь, в Вене в то время было уже тепло, да, очень, как сейчас в Беларуси, а потом приезжаешь, и опять холодно, то есть я не могу, у меня проблема с холодом, я не могу, я не могу вообще просто жить нормально, когда холодно, и из-за этого я тоже, ну, я просто нахожу причину, почему много пиво-алкоголя, да, вот, греюсь, да, вот, ну вот, вот так. Получается, я уже забыл, какой день я приехал, да, вот, я приехал в Беларусь, встретилась с Анной Каролиной, режиссёром, которую тоже ни разу в жизни до этого не видели вживую, да, а потом мы пошли в Национальный музей, который был закрыт, а потом пошли в Беларусь, да, и здесь тоже было закрыто, да, но потом мы просто решили попрековы спросить, решили спросить, а вы не хотите сделать мне выставку, да, и буквально понедельник куратор выставки сказал, что приходите понедельник с работой, да, работами, покажем директору Александру, и если всё будет хорошо, тогда получится выставка. Ну вот я пришёл утром, нет, это 12 днём уже, да, и Александр посмотрел работы и сказал, что завтра открываем выставку, и, если честно, это прямо называется как китайская скорость, да, в плане я никак не мог ожидать, что за один день можно сделать выставку и всё подготовить так хорошо, то есть обычно я привык, когда, к примеру, в России, да, это длится где-то минимум два дня, ну, это минимум-минимум, три дня, может быть, неделя, да, вот, но такой скорости я не ожидал никак, да, я-то думал, что, ну, Белоруссия и Россия как бы похожи, да, и, ну, и вот так, но никак не ожидал такой быстрой работы и чёткой, вот, вот так, респект, да, на самом деле русский язык для меня, наверное, почти как родной, потому что я с детства живу в Санкт-Петербурге и учусь, да, ну, так получилось у родителей дела в Питере, ну, вот, и из-за этого я его особо и не учил, может быть, с детства там два года ходил на занятия дополнительные и всё, да, но на самом деле я могу сказать, что, наверное, повлияло, конечно, сильно, потому что, к примеру, именно в графике я добавляю какие-то вещи, которые связаны с русской культурой или просто с языком, но я это добавляю очень нелепо и с ошибками, да, но вроде бы я понимаю фишку и можно как раз из-за этого сделать искренне хорошую вещь тоже, то есть как раз в графике я могу сделать, каждый художник делает, создает свои же правила игры в своей изобразительном видении и языке, и как раз я понимаю, что язык, который на самом деле я до сих пор плохо знаю, и китайский тоже плохо знаю, и вообще не знаю, какой язык нормально знаю, как раз в этом, может быть, и соподвигает меня к рисованию и к такому видению, что, может быть, иногда кажется немного нелепым, вот. Да, конечно, я бы с удовольствием увидел всё без карантина, я уже рассказал друзьям, да, то есть, к примеру, я уже начинаю думать о некоторых проектах, выставке, к примеру, друг из Швейцария, да, и у нас есть целая группа художников из Питера, да, могли бы сделать выставку, потому что ваша галерея крутая, да. Ну, в конце я бы хотел сказать всем друзьям из Беларуси большое спасибо, и не только из Беларуси, и вообще всем друзьям, кто в течение поездки меня выручил, но особенно сейчас я бы хотел сказать всем друзьям, кто помог мне в Беларуси, огромное спасибо. Это Илья, Клава, Маша, Саша, Анна Каролина, Лиза, Александр… Всё, пока. Название выставки, ображение, у меня пришло в голову, когда на самом деле рисовала одну из работ, которая здесь выставлена. Это было в деревне, когда мне ребята сказали, у кого я жил, Ильи и Клавы, что, оказывается, из ромашки можно сделать вино, да, или пиво, я не помню, алкоголь, и как раз брожение идёт через трёхлитровую банку, где засовываешь медицинскую перчатку, да. И как раз меня это так вдохновило в плане того, что вдохновило именно через душевную боль, да, что я… такое ощущение, что брожу в этой банке в деревне Беларуси. И потом, уже после того, как я предложил идею, одно из названий брожения в выставке, Александр, директор галереи Аль-Беларуси, ещё дополнил, что в филологии брожение – это не только брожение банки алкоголя, но и гуляния бессмысла. И как из-за этого мы и назвали выставку брожения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова